Всем привет! Сейчас я покажу вам, что можно сделать, если у вас заболело плечо. Существует несколько причин, из-за которых возникают боли в плече. Первое, это плечо-лопаточный периартрит. Второе, это травматизация связок плеча. И третье, самые основные причины, из-за которых ко мне приходят пациенты, это перегрузка мышц плеча. Для того, чтобы вам устранить боль в плече, вам понадобятся две вещи. Первое, это ваши руки и вакуумные банки с насосом. Перед тем, как начать, вы должны убедиться в очень важной детали. Вы должны понять, эта боль вызвана разрушением сустава или мышечным напряжением. Для этого есть тест. Каким образом мы можем понять причину возникновения боли? Ведь боль может быть вызвана как разрушением сустава, так и спазмом в мышцах. Что мы для этого можем сделать? А для этого существует несколько тестов. Первое, мы просим пациента поднять руку в сторону. Прямую руку в сторону. Поднимаем. Опускаем руку. Также мы просим пациента поднять руку вперед. Опускаем. Значит, если при поднятии руки в сторону или вперед пациент чувствует боль, то мы понимаем, что есть какая-то проблема. Дальше мы поднимаем руку пациента в пассивном состоянии. Мы фиксируем плечо пациента, просим расслабить руку максимально и поднимаем руку. То же самое мы делаем с подъемом руки вперед. Значит, если при расслабленном состоянии рука, мышцы не болят и рука свободно поднимается вверх и вперед, то можно сделать вывод, что причина боли в плече заключается не в том, что здесь сустав разрушается, а это всего лишь спазл в мышцах. Если же мы поднимаем руку в расслабленном состоянии наверх или вперед и возникает даже при этом состоянии боль, то можно уже предположить, что идет патология и разрушение самого сустава. И тогда мы пациента просим пойти на МРТ, чтобы сделать снимок, чтобы убедиться, что там разрушается сустав или нет. Если сустав не разрушается, то можно продолжать спокойно работать. То, что я сейчас буду показывать. Итак, мы сделали тесты и убедились, что боль не связана с разрушением сустава. Как правило, боль возникает из-за того, что перенапряжена вся дельтовидная мышца. Как ее можно расслабить? Первое, ее можно расслабить массажем, ну разогреть как следует, попросить, чтобы вам ее разогрели. Второе, это мы ставим банки. За счет вакуумной терапии можно очень быстро и мощно расслабить дельтовидную мышцу. Что мы делаем? Мы берем, освобождаем плечо и просим друга, подругу, жену, мужа поставить банки на дельтовидную мышцу. Но мы ставим банки по ходу сустава и на дельтовидную мышцу. Ставим. Начинаем отсюда. Можно даже помогать. Делаем 3-4 щелчка. Это достаточно болезненная процедура. Все, ставим дальше. Еще, 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 еще. Все, и дальше. Назад. Вот он. Итак, мы поставили по ходу сустава. Еще сильнее, сильнее, сильнее. И ставим. И сюда. Итак, мы поставили банки. И так мы можем сидеть где-то минут 7. 6-7 минут. Можно даже 8. Сразу скажу, что по моему опыту, после такой постановки банок, как правило, пациенты, которые приходят ко мне, и они не могут поднять руку наверх от боли. После первого же сеанса руки начинают подниматься и боли где-то процентов на 80 уходят. Ну, существуют еще более жесткие методы, посредством которых можно снять боль в плече. Но я их показывать не буду, потому что там есть целый ряд противопоказаний. Данный метод, он достаточно простой. И его может сделать каждый. Ну, по крайней мере, если вам не попасть завтрак массажисту, и вам нужно ждать 3-4 дня, то таким образом вы можете снять себе боль где-то процентов на 80, а то и полностью убрать. Опять же, все зависит от характера проблемы. Можно подтянуть немножко баночки. Звук синей. Запомните, чем сильнее у вас проблема в плече, тем темнее будут синяки. На моем случае были синяки у человека аж черные. Этот пациент проплыл 5 километров, марафонец, и у него рука вообще подняться не могла. Но, повторюсь, после первой же процедуры произошло значительное улучшение состояния, и рука двигалась уже во всех амплитудах, во всех плоскостях спокойно. Также вы можете поставить банки, сейчас мы это показывать не будем, на надосную и подосную мышцу. Где они находятся, вы можете посмотреть в интернете, там в анатомических атласах все достаточно подробно разъяснено, где она находится. Потому что подосная и надосная мышца, она тоже перенапрягается, и она участвует в том, что она втапливает сам плечевой сустав в плечевое лозо. Поэтому, помимо плечевого сустава, нужно проработать надосную и подосную мышцу. Все, банки можно снять. Спасибо. И плечо после этого можно намазать какой-либо разогревающей мазью. Опять же, каким-нибудь капсикам, тайгер-бальзам, звездочка. Нужно что-то такое легкое разогревающее. Ни в коем случае никаких феналгонов мы не используем. За счет чего вакуумные банки, поставленные на плечо, снимают боль? Ну, во-первых, когда мы ставим банки на плечевой сустав, на мышцы, мы механически сдавливаем мышцы и мягкие ткани. И центральной нервной системе кажется, что здесь произошло перенапряжение. И в ответ ЦНС посылает сюда сигналы, чтобы мышцы расслабились. Но так как эти мышцы сдавлены вакуумными банками, они, конечно, сразу не могут расслабиться. После того, как мы снимаем вакуумные банки, происходит мощное расслабление. И вы ощущаете на себе, что у вас плечо легче двигается и боль, соответственно, исчезает. Второй механизм. За счет того, что мы ставим вакуумные банки, мы вытягиваем сосуды и тем самым мы снимаем глубокие венозные лимфатические застои. Банка прорабатывает на глубину своего диаметра. Соответственно, если банка диаметром 6 см, то, соответственно, она прорабатывает на соответствующую глубину при постановке в ту или иную зону. Если у вас нет возможности в ближайшее время показаться специалисту, то такую постановку банок мы делаем один раз в три дня и желательно сделать где-то 6-7 сеансов до полного исчезновения синяков после постановки банок. В общем, мы разобрали эту тему и по традиции я желаю вам всем крепкого здоровья. Если у вас возникнут вопросы, то пишите их в комментариях. Всем пока! Продолжение следует...